В Испании задержан господин Павлов, который вместе с руководителем БТА-банка совершил крупные хищения. И кроме того, этот же человек является организатором террористического акта в развлекательном центре АЯ в Алматы. Сегодня сестра Александра Павлова последние новости о брате узнает из интернета. Своё лицо женщина попросила не показывать, опасается, потому что её брат казахстанскими злостями официально объявлен террористом. Он всегда рос добрым, порядочным человеком. И вот то, что сейчас о нём говорят, это вообще какой-то дикий ужас. Потому что Саша никогда не пойдёт на это, зная, что в этом парке гуляют наши дети. И тут вдруг и Саша делают монстра. Да такого просто не может быть. Я никогда в это не поверю. Год назад генпрокуратура и КНБ рапортовали об удачно проведённой спецоперации. Якобы они предотвратили теракт в парке «Фэмэли» и на пешеходных переходах через проспект Аль-Фараби. И даже нашли заказчика, главу личной охраны оппозиционного политика Мухтара Авлязова Александра Павлова. При этом не удосужились сказать, что мосты на тот момент даже не были построены. А через год название парка вдруг сменилось на несуществующий фэнтези. Я не лезу ни в какие эти политические, я не знаю, что там да как. Но я только не понимаю, почему именно Павлова Александра обвинили. Он что, у Аблязова один телохранитель? Здесь Булат Атабаев, Бахаджан Торигожина. Письмо королю Испании Куану Карлосу и председателю правительства господину Мариану Рахой только в фейсбуке подписало больше ста человек. В нём просьба – нельзя экстрадировать Александра Павлова на родину. Дело политически мотивировано. Мы пришли в посольство Испании для того, чтобы вручить данную петицию послу. Кстати, попасть в дип-представительство любой европейской страны гораздо проще, чем к отечественным чиновникам. Петицию посол Испании принял, пообещал довести до адресата. Вот это вот опасная тенденция. То есть это угроза всем рядовым гражданам, якобы любого мы вас можем, кто свяжется с Аблязовым, любого мы вас можем привлечь чуть ли не по терроризму. Несмотря на то, что Верховный суд Испании запрос Казахстана на экстрадицию Павлова утвердил, впереди апелляция. Адвокат телохранителя Аблязова надеется, что итальянский скандал Солмой Шалабаевой станет для Испании показательным примером. За подобное сотрудничество с Аккордой можно поплатиться имиджем. У нас есть солидная правовая база, чтобы остановить депортацию. Доказано, что арест Александра Павлова носит политический характер и есть огромный риск применения пыток. Однако я не знаю, насколько сильное давление на правительство Испании со стороны Казахстана. В феврале Нурсултан Азарбаев встречался с нашим королем. Родные и близкие Александра Павлова верят в его невиновность и надеются на справедливый вердикт в судебной системе Испании. Евгения Сазонова, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан.